Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Люба, из своих видео я рассказываю о красоте, об уходе за собой, немного о жизни в Швеции. Если тебе интересна данная тематика, подписывайся на канал, ставь пальчики вверх и пиши комментарии. Я рада каждому. И сегодняшнее видео, это новая рубрика на моём канале, рубрика Beauty Talk. Она посвящена волосам. Всё, что ты не знала о волосах, мифы или правда, уход за волосами, окрашивание и так далее. Сегодняшняя тема видео, это 5 наиболее распространённых мифов о волосах. Давайте обсудим. Частая стрижка помогает быстрее отрастить волосы. Это неправда. Не нужно стричь волосы очень часто. Раз в месяц стригут волосы те девушки, у которых модельная форма. Это каре, это пикси, боб и так далее. Чтобы упрощать укладку, нужно корректировать им раз в месяц форму их стрижки. Если же у вас длинные волосы, либо у вас настрижены слои, либо просто ровный срез, не нужно стричься чаще, чем раз в 3 месяца. Это вам ничего не даст, на рост это вообще никак не повлияет. Миф номер 2. Наращивание очень вредит волосам. Это неправда. Если вы найдёте мастера, который качественно окажет услугу наращивания, и что немаловажно, качественно снимет наращенные пряди, то на качество волос это не влияет никоим образом. Всё дело в профессионализме мастера. Это очень важно. Миф номер 3. Пожалуй, мой любимый. Когда младенцу исполняется год, его нужно брить на лысо. Не нужно. Не нужно этого делать. Пожалуйста, не делайте этого. Качество волос от этого не поменяется. За счёт того, что вы сбрили, концы волос будут более тупыми, более жёсткими и грубыми, и за счёт этого визуально будет казаться, что волосы стали гуще. На самом деле, это просто оптическая иллюзия. Ничего гуще не станет. Это неправда. И это очень большой стресс как для ребёнка, так и для родителей. Не делайте это, пожалуйста. Не нужно. Сыворотка, серум или несмываемый крем для волос поможет склеить посечённые концы. Миф номер 4. Нет, это неправда. Посечённые концы не склеит даже суперклей. Посечённые концы можно только срезать. А чтобы убрать посечённые концы по всему полотну волос, сделайте такую услугу, как полировка. Полировка волос вручную, ни в коем случае не машинкой, потому что вручную срез идёт более точный. А также наши ножницы, они сделаны из специальной стали для волос, а не из обычного металла. Поэтому полировку волос нужно делать исключительно вручную, ни в коем случае не машинкой. И только это уберёт посечённые концы волос. Склеить их невозможно. Миф номер 5. Седой волос. Если его вырвать, то на его месте вырастет цветной. Пигментированный волос, такой, как он был раньше. Это неправда. Пигмент волоса вырабатывается в фолликуле волоса. И когда мы вырываем волос, это никак не влияет на фолликул, который находится у нас глубоко под кожей. Поэтому каждый раз, когда вы будете вырывать седой волос, надеясь, что на его месте вырастет цветной, этого не произойдёт. Если вы хотите скрыть появившуюся седину, вы можете сделать такую услугу, как камуфлирование волос. Это лёгкое покрытие цветом. Оно выполняется безымячным красителем, очень мягко, с ухаживающими компонентами. И ваша седина не будет так сильно заметна на волосах. Или же просто не нужно его вырывать, потому что это не даст никакого вам результата. Ну что ж, вот мы и обсудили 5 самых распространённых мифов. Если вас ещё интересуют дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях. Обязательно их с вами разберём. И, кстати, корень у меня уже отрос. А это говорит о том, что примерно через 7 дней после выхода этого видео я выставлю видео с окрашиванием. Как я окрашиваю себя в домашних условиях. Расскажу всё подробно, поделюсь лайфхаками, поэтому подписывайся, будет интересно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте пальчики вверх, если оно вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал. Всем густых и красивых волос и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok